Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе и оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня, пожалуй, без привлечения будет сказано, в рамках этой недели чуть ли не самый важный день для котировок разной категории финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря два релиза по штатам. Это роничные продажи и промышленное производство. И все это будет замыкаться еще публикация протоколов последнего заседания американского регулятора в 22.00 по московскому времени. По поводу статистики, я думаю, вы все прекрасно знаете, даже оценивая текущие прогнозные значения, те цифры, которые мы можем увидеть по версии ряда инвестбанков, я бы сегодня все-таки зашел к определению перспектив этого релиза с позиции слабых данных. И ранее уже комментировал, друзья, что я в целом сейчас в плане макроэкономической конъюнктуры настроен довольно плохо касательно американской экономики. И именно поэтому с таким энтузиазмом, что ли, всегда рассказываю вам про перспективы принятия мер экономического стимулирования в штатах. И сегодня как раз рассчитываю на то, что роничные продажи станут еще одним слабым релизом, поскольку все-таки розница это один из основных драйверов экономического роста. Этот отчет потенциально слабый должен стать и, скажем так, должен сделать республиканцев более покладистыми, что ли, в принятии и одобрения вот этого мощного масштабного пакета госпомощи почти на 2 триллиона долларов. Что касается протоколов, здесь тоже все без каких-либо сюрпризов пройдет. Но самое главное, что протокол это фактически тезисное заявление того заседания, которое состоялось ранее. И мы помним риторику, в принципе, Джерома Павла. То есть протоколы сегодня будут буквально кричать о мякости экономического режима в штатах, о том, что такой подход является самым мудрым сейчас при тех условиях, в которых находится американская экономика. И как все это будут конвертировать трейдеры в динамике доллара, я рассчитываю на то, что все-таки мягкие посылы это будет причиной и условия для того, чтобы американская валюта стала еще слабее. Накануне, друзья, мы практически добрались до поддержки 90 пунктов, лоу был 90,09. Но один маленький шажочек оставался до теста данной планки, но не случилось. Пока что рынок локально откатился, сейчас котировка 90,61. И рост по баксу можно оправдать восходящей динамикой американских долговых бумаг, 10-летний трежер, из которой добрались, восстановились до показателя доходности в 1,3%. Мне кажется, в последний раз эти значения я видел в начале 2020 года. Но при этом хочу отметить, что реальная доходность с поправкой на инфляцию все равно остается на отрицательных значениях. Я не то чтобы сейчас не хочу пытаться попробовать объяснить вот этот рост доходности американских облигаций. Это в принципе не важно, друзья. То, что доллар откатил, это нормальное следствие развития трендовой динамики. Можно сказать, что продавцы чуть-чуть уступили инициативу, но все равно тотально она остается в их руках. И по мере появления дополнительной фундаментальной поддержки, это может быть слабоотчет, это может быть еще один сигнал от ФРС о готовности проводить мягкую экономическую политику, либо это могут быть продвижения в согласовании мер экономической поддержки и новости по этому пакету госпомощи. Все это, разумеется, вернет на рынок продавцов, которые тут же продавят индекс доллара ниже 90 пунктов. Локальные откаты мы уже не раз видели, но все равно лично я остаюсь предан идее того, что доллар позиционно должен еще сильнее ослабиться. Нефть 63.48 остается на локальных максимумах. Здесь в поддержку нефти сейчас локальные форс-мажорные факторы, связанные с погодными условиями. Техас, который является ключевым нефтедобывающим регионом из-за арктических холодов, там многие нефтяные предприятия приостановили свою обычную деятельность и под угрозой добычи оказалось почти 3,5 миллиона баррелей в сутки. Фактором роста котировок событий также на Ближнем Востоке, но чтобы далеко не отходить от Ближнего Востока, хочу тут же сказать, друзья, то, что текущие цены на нефть, они настолько шоколадные для всех в буквальном смысле, что волей-неволей начинаешь задумываться о том, что страны должны в буквальном смысле начать преследовать экономические интересы, то есть пытаться заработать больше, особенно если нефть вообще единственный экспортный ресурс, который обеспечивает доходность бюджета. Текущие цены на нефть могут стать причиной того, что на заседании Министерского комитета ОПЕК+, который состоится 3-4 марта, страны примут решение о возможности дополнительного роста производства нефти и смягчение прежних ограничений по снижению объемов нефтедобычи. Я допускаю, что страна ОПЕК+, согласует рост производства на 500 тысяч, начиная вот с апреля, может быть, даже и пораньше. Я также не уверен в чистоплостности с облюдения сделки вот в моменте, из-за того, что цены опять довольно высокие. Я абсолютно уверен в том, что Саудовская Аравия, которая ранее взяла на себя обязательства в одностороннем порядке снизить производство нефти на 1 миллион баррелей, от этого обязательства может вовсе отказаться, потому что раньше были все-таки цели, которые она преследовала, это поддержать цены на черное золото. Сейчас котировки находятся на максимумах больше, чем за год. В принципе, цель выполнена, и Саудовская Аравия может увеличить добычу, вернуться к прежним показателям, которые точно будут на 1 миллион больше. То есть потенциально, друзья, на рынок может хлынуть больше полутора миллионов баррелей уже в самое ближайшее время. Это риск, который нужно учитывать, тем более, что нефтянка реально очень сильно перегрета. Ну и вкратце по основным другим активам. Евро против доллара 1.2093 мы покупаем евро. Евро подорожает. Локально поддержку оказали еще темпы экономического роста, которые хоть и выглядят слабыми, если объективно оценивать цифры, но сравниваясь с прогнозными значениями, цифры-то довольно неплохие. Минус 0,6% в квартальном выражении динамика, прогноз был минус 0,7%. В годовом минус 5%, прогноз был минус 5,1%. Зью бизнес-оптимизм не разочаровал. В целом, локально мы вчера видели, что евро на этом в первые половины дня рос. Но потом из-за восстановительной динамики доллара инициатива перешла к продавцам евро. Но это время, друзья. По фунту то же самое. Ждем до боя отметки 1,40. Американский фондовый рынок 3929 пунктов в моменте. Локальный хайп был 3958. Я думаю, что все вы знаете про последнюю новость о том, что Баффет купил акции Шеврона на 4,1 миллиарда долларов. Кстати, вопрос в студию. Это нефтяная компания. Получается, что Баффет верит в перспективу нефтяного бизнеса. Что думаете вы, друзья? Вопрос интересный еще с позиции того, что к власти пришел Байден, который в целом против нефтяного бизнеса. Где же и в чем именно Баффет нашел плюсы инвестирования в эту бумагу? Биткоин, 50 тысяч, и добрались до локального сопротивления. Новая историческая планка, цели. Может быть, те, кто ждал до такой круглой планки, сейчас уже ликуют. Но, друзья, я думаю, что коррекция неизбежна. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.